на нашей прошлой встрече мы с вами говорили о способности эфира изменять свою плотность принимать уплотненные устойчивые тероидальные формы и принимать накапливать и передавать информацию ну на этом все это смотреть нельзя это уже наука это сто процентов не достоверная информация люди наверное честно заблуждающиеся галлюцинирующая по эфиру речь идет о дискретной форме тут тероидально но это не принципиально тероидальная на не тероидальная дискретная форма эфира это полная чепуха не соответствует реальности невозможно в нашей природе для того чтобы один раз объяснить что такое эфир мы сняли фильм называется эфир человек один раз смотрит и понимает что вот эти люди наполовину не сосредоточились или на всю голову не сосредоточились как объединить славян на нашей земле от польши до азии из-за чего славяне разделены славяне разделены по религиозному признаку вот как только пошелом перепрошили в католичество мы с тех пор не остановимо воюем не остановимо до этого у нас была серия войн когда мы заходили в православие вот пока мы заходили в православие мы славяне сами собой воевали тоже это было тоже неостановимо то есть все наши конфликты они на религиозной почве вот совсем как из этого выйти из этого то прийти всем к одной религии как мы можем прийти к одной религии это если каким-то чудом европейские католики станут православными да как это может случиться это если православие объединиться с католической верой да и это все потом уйдет в православие которые хотят чтобы католизм католицизм с православием объединились и православные стали католиками да а мы хотим наоборот вот схема наоборот возможно поэтому объединение не надо отрицать просто надо работать осознанно на переход католиков православия длительный этапированный эшелонированный различными формами тогда мы перестанем биться тогда никого сильнее на этой планете уже точно не будет а так получается что от нас тем что от нас отщипнули тем с нами воюют с нами воюют чехами словаками поляками во многом немцами и так далее павел мин математической формулой ничего никогда не может быть доказано по причине того что формула может быть идиотской формула может быть идиотской но если формула не идиотская с ней элементарно можно что угодно доказать то что нужно доказать то что корректно доказывается то что соответствует давайте попробуем формула приход минус расход равно остаток вот давайте приход 4 расход 2 остаток равен чему результат этот доказано или не доказано 4 минус 2 это доказано что будет 2 или нет то вполне конкретная вещи павел зачем вы это пишите ваше представление они просто эмоционально и ресурс на эксперимент подтверждающий формулу заглядывайте на склад было четыре мешка зерна два расходу сколько осталось два мешка зерна если осталось один мешок зерна значит он кто-то помог но формула работает эксперимент он экспериментом формула работает ищите недостающий мешок я 2 широких просим дебат сурдин котюшек и разбор интерстеллар 2 не смотрите вверх 2 где антигерой двойник сурдина пожалуйста сурдиным так сурдиным приглашаем господина сурдина передайте ему персональное приглашение на научный трибунал для добрых хороших беседы виталий циркунов я не понимаю я моделировал движение луны вокруг земли все нормально она на притяжении не падает ваше моделирование но было по ускорению она не было по силам а ускорение но у нас для обоих случаев и для приталкивания и для притяжения через ускорение вы не сможете равновесие тела на орбите просчитать поэтому вы просто не понимаете загляните пожалуйста посмотрите фильм равновесие физики котюшек равновесие на ю тубе вы откроете для себя очень много нового вы за какой-то там час копейками получите дополнительное высшее образование всего одним фильмом привет с большого барьерного рифа спасибо за ответ но у меня остался неразрешенный вопрос по строению галактик там в центре понятно что барьерное вещество скопления звезд но являются ли являет ли они собой сверхмассивный объект вокруг которого вращается галактика сергей не являет там же будут на снимках которые вы предоставляли там видно что там множество мелких объектов какого-то большого большого глобального объекта вокруг которого вы вращалась барьерное вещество там быть не может по даже последующая причине вот представьте как заполнена вселенная на макро уровне у нас где-то во вселенной есть максимально возможное тело вот самая большая звезда она есть вот теоретически когда это понятие есть фактического где-то вот есть самая большая звезда по массе по размеру там по совокупным признакам она где-то расположена она расположена в ковре там галактика какой-то а где-то занимает какое-то место вот ничего больше нет вот фрактальности вверх уже нет это мы выходим на равномерную здесь вот в этой известен никаких тел больше вот этого тела нашего контрольного нет все остальное состоит из множества более мелких тел эти более мелкие тела силовым образом собрались вы же говорите о каком-то теле выпадающим из этих стандартов которые где-то вот прям совсем большое как вы назвали это сверхмассивная до который выпадает из этой схемы как бы она себя ввел от сверхмассивная так настолько сверхмассивно что вокруг него бы вся галактика нам крутилась вот эти все массы она бы фундаментально вот тут крауду здесь вот этот модель рассматриваем просто растолкнул вокруг себя большую область одно тело просто растолкнула была бы большая разреженная область вокруг него потому что она сверхмассивно все вот так бы на себя вело потому что вот если взять вот этот калиброванную дробь до модель которую мы рассматриваем это большое тело же ну так вот раз и все растолкнуло и только уменьшая 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 это тело сводя его к размерам сопоставим с остальными телами мы получаем как раз возможность того что это тело на это тело уже начинает что-то падать поскольку она не так сильно себя отталкивает от себя отталкивает тело да у нас получается тут и закон тяготения получается в результате пока она вот в это равенство не вошло то она не может эту геометрию принять просто вообще начиная с какого-то с какой-то определенной массы ограничения уже нет просто вот у нас ряд тел возможных в нашей вселенной на силовом факторе вот силовым образом эти сила вас возможно они взялись еще из-за того что реальными силами в данной вселенной на эти тела нападали другие тела получилось максимум да и а мы берем уже группу выходящую из этой динамики которым на макро уровне физические условия для формирования галактики это совокупность галактик вовне которые определяют строение вот этой галактики вот плотный ковер галактик и пустое место незаполненно определяют статус внутренней галактики вот сколько вот те галактики могут вещество туда загнать как может согнаться вот согналось вещество здесь скопилось да и она дальше по каким принципам внутренние связи каким-то это вот базовое вселенское поле которое обращается до каждую частица в этом законе движется дальше собираются массы притягиваются приталкиваются друг другу на приличном уровне расталкиваются да ну раз ковер значит приталкиваются и эти массы они уже сопоставимом строе со всеми телами и в волновой здесь факторы силовой внешне скажем детскими ручками ты можешь слепить такой-то комочек до взрослыми ручками больше у тебя все ручки стандартная у тебя для лепки вот этих комочков у тебя все руки стандартная вся вселенная заполнена одним одним комплектом тел вот одним комплектом частиц дельта у тебя для тел для вселенских они могут быть от такого до нижних пределов да то есть у тебя ручки которые лепят силовые ручки которые лепят галактику они одинаковые тут не может не может образоваться это тело уже всех массивные это волшебные применительно к этой схеме нет силового фактора чтобы туда зайти там сформировать какое-то тело отличная сейчас мысли возникло просто что чем меньше по сути тела тем большую массу можно в одно место поместить или немного по-другому работает то есть у нас есть определенный объем если мы поместим туда допустим два больших тела они будут там и там есть градация вот когда вот вы берете ковер вот эту взвесь калиброванных тел и начинаете слеплять но в одну область он мог пока мы берем для тела одной плотности то у нас вот это вот цирическая область она меняется это вот есть закономерности которые позволяют говорить о нелинейности вот этих зависимости но я не готов это вот озвучивать потому что у меня материал не проработан не систематизирован это надо строгое модерирование проводить и это все обозначать виктор вы утверждаете что любая горошина полимка камешек перекрывает значительную область на удаление рассуждаем от противного если нам что-то перекрывает обзор то будет ли это что-то помеха находиться статично на линии обзора неужели объекты неподвижно но человек думает что от этого что-то следует что песчинка может уйти из-за этого ничего не означает но есть когда она песчинка уйдет другая может зайти потому что это все взвесь песчинок это ну есть здесь какой-то плотности ну и что частная песчинка ушла другая зашла вы не понимаете суть ваша претензия она не формулируется этот же человек продолжает вы готовы ответить но никто вопросов стоящих не задает так получается вот вам стоит это не стоящие вопросы это ну вы не можете сосредоточиться кирилл воронков упоминаемый связи со статьей в журнал четвертой части своей публикации прямо пишет что эту теорию развил виктор катючек этот как раз мы подумали этот вопрос то в четвертой части есть впервые внятно исчерпывающие объяснение механизма гравитационного приталкивания предложил российский физик виктор катючек этот механизм просто все гениально он универсально объясняют и так далее катючек его понятия базового гравитационного поля приносим извинения не не увидели сразу что есть ссылка спасибо за ваш комментарий что обозначили приносим извинения а 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 но а а а а а м Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»